В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. Качество угля, завезенного в навигацию 2020 года, в село Ненинского округа проверят повторно, несмотря на уже проведенную ранее экспертизу. Жители окружных сел продолжают настаивать. Уголь завезли, ненадлежащего качества. При нормальных погодных условиях зимник способен продержаться до конца апреля. В текущем году зимник прекратит работать практически на две недели раньше, прослужив жителям округа всего два месяца. Православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение входит в перечень 12 важнейших христианских праздников после Пасхи. Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии. Он позволит узаконить построенные до 2004 года гаражи и земельные участки, на которых они возведены. Закон предусматривает механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государстве или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года. Также документ определяет перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков. Также закон освобождает от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта. Его будут проводить органы местного самоуправления. Получить право собственности на гараж и землю под ним можно по одному заявлению. Сегодня большое количество гаражей не оформлено. Люди пользуются ими на птичьих правах и не могут распорядиться имуществом по своему усмотрению, продать или передать по наследству. Мы этот правовой пробел устраняем. Закон, который вступит в силу с 1 сентября, поможет им в упрощенном порядке стать полноценными собственниками, отметил инициатор законопроекта, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Процедуру также предполагается распространить на земельный участок под сваренными металлическими гаражами, построенными гаражными кооперативами, независимо от того, являются ли они капитальными, если земля была выделена под строительство гаражей. Качество угля, завезенного в навигацию 2020 года, в село Ненинского округа проверят повторно. Специально созданная для этого в Заполярном районе рабочая группа определилась, каким образом и в каких поселениях проведут необходимые замеры. Далее подробности. Отапливаются в Коткино, как и в большинстве окружных сел, в основном углем. Сергей Тетерин говорит, что для поддержания тепла в доме зимой в сутки приходится наколоть и занести в дом до трех ведер угля. Двери отдельно сделаны на кочегарку, а это на квартиру. Уголь приносим, вот специально закупаем, привозит трактор, а потом зимой носим в ведрах, заносим кочегарку, потому что котел только у каждого, квартира своя, свой котел отдельно. У каждого уголь тоже так же привозят отдельно и топим вот всю зиму. Зима в этом году выдалась суровая, поэтому и топить приходилось часто. Да и уголь, по словам сельчан, не всегда привозят надлежащего качества. На некачественный уголь жители Ненецкого автономного округа стали жаловаться еще в декабре 2020 года. Тогда Севержилкомсервис организовал экспертизу угля в испытательной лаборатории Центра химических исследований в Москве. Результаты экспертизы показали полное соответствие угля ГОСТом. В прошлом году в окружные села было доставлено более 20 тысяч тонн каменного угля. Поставкой и перевозкой угля занималась Ненецкая нефтяная компания, с которой по итогам конкурсных процедур был заключен договор на поставку энергоресурсов в населенные пункты НАО. Информация о соответствии угля ГОСТу не убедила сельских жителей. Они продолжают настаивать. Уголь завезли ненадлежащего качества. Очень много жалоб в социальных сетях от жителей населенных пунктов по качеству каменного угля. У нас экспертиза уже была проведена. Экспертиза говорит, что уголь хороший. Но несмотря на это мы решили, что мы создадим рабочую группу, в которую будут входить представители департамента внутренней политики, департамента строительства, представители поставщика и представители заказчика Север-Кусириса и Ненецкой нефтяной компании. После того проведем решение, проведем дополнительную экспертизу и уже через средства массовой информации доведем до жителей результаты этой экспертизы. 6 апреля в администрации Заполярного района состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы, созданной для проведения повторной экспертизы каменного угля, поставленного в навигацию 2020 года. Причем данную работу решено доверить экспертной организации. Для объективности исследования брать образцы нужно не сверху или снизу, а с разных точек из достаточно большого массива угля. В НИСИ именно оттуда поступало наибольшее количество жалоб. На данный момент угля осталось немного. Выборка будет непоказательна. Поэтому предложили взять уголь в Хариевере, Каратайке и Коткино. Стоимость экспертизы угля по широкому перечню показателей с учетом приезда в округ экспертов составит по предварительным подсчетам около 600 тысяч рублей. Следующее заседание рабочей группы запланировано на 8 апреля. Ориентировочно зимнюю дорогу на Ринмар-Уйсинск официально закроют 12 апреля. По зимнику в течение дня могут передвигаться только легковые автомобили. До полуночи действуют ограничения по проезду для грузовых машин. При нормальных погодных условиях зимник способен продержаться до конца апреля. В 2020 году его официально закрыли 24 апреля. В 2019 – 22 апреля. В текущем году зимник прекратит работу практически на две недели раньше. Досрочное закрытие зимника связано с установившимися положительными температурами воздуха. Если учесть позднее открытие зимника почти на месяц по сравнению с предыдущими годами, то он послужил жителям Ненецкого округа немногим больше двух месяцев. В 2019 году, например, зимняя дорога функционировала почти 4 месяца и была открыта в конце декабря. В этом году открытию зимника по графику помешали опять же погодные условия. В тундре было мало снега. Что касается автозимника Наринмар-Тельвиска, то он открыт для движения транспортных средств массой до 3,5 тонн. Отмечу, в прошлом году запрет на движение по зимним дорогам был введен 30 апреля. В этом году все зимники закроются 15 апреля. В ходе еженедельного оперативного совещания главы региона с руководителями органов власти заместитель губернатора Ненецкого округа Татьяна Лагвиненко проинформировала о состоянии окружной казны. Совещание прошло в режиме видеоконференц-связи. В первом квартале текущего года в окружную казну поступило 5 миллиардов 700 миллионов рублей, при годовом плане 22 миллиарда. Основную часть доходов составили налог на имущество, безвозмездные поступления, доходы в виде прибыльной продукции от Харегинского СРП и налог на прибыль организации. Расходы бюджета пока превышают его доходы. Тем не менее, израсходовали мы 5 миллиардов 820 миллионов рублей, это 23% годовых назначений. Полностью профинансированы все социальные выплаты в сумме 766 миллионов, перечислено бюджетным учреждением, миллиард 712 миллионов рублей. Оказана поддержка в форме субсидий юридическим лицам 794 миллиона. Полностью профинансированы бюджетные инвестиции в сумме 1 миллиард 626 миллионов рублей. Расходы бюджета в первом квартале текущего года превысили расходы на сумму порядка 100 миллионов рублей. Недополучены от плановой цифры в основном доходы в виде прибыльной продукции от Харягинского месторождения и налога на прибыль организаций. Мы не достигаем уровня 2019 года докризисного, где-то сейчас у нас уровень 2020 года. До 2019 нам не хватает порядка 18%. Но нам самое главное не падать ниже 2020, поэтому если мы находимся хотя бы на уровне 2020, это уже благо. Напомню, падение доходов окружного бюджета началось в 2020 году в связи с падением цены на нефть, связанного с мировым финансовым кризисом. На сегодняшний день государственный долг Ненецкого округа составляет 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Коммерческие кредиты не привлекались. Доверяй, но проверяй. В Ненецком округе проверят все многоквартирные дома, капитально отремонтированные в прошлом году. Вместе с экспертами наша съемочная группа отправилась на один из таких объектов. Ольга Банина живет в доме 12 по улице Меншикова с 2004 года. Новоселов поначалу все устраивало. Однако с каждым годом отопительные приборы не справлялись. А потом и вовсе стали жители замерзать. С каждым годом в квартире становилось холоднее и холоднее по непонятным причинам. Было проведено обследование дома. Писали заявление, и фонд пошел нам на встречу. Нам перенесли срок ремонта с 1937-1935 года на 20-й. Мы очень довольны. Вообще нам очень повезло с бригадой. Которая работала на доме. Все вопросы, все замечания решались вообще без проблем. Поэтому мы вообще довольны всем. И вообще дом не стал не только теплым, еще и красивым. Как один из инициативных жителей дома, Ольга Банина не только следила за исполнением всех сроков, но и даже выбирала цветовую гамму. Ремонтом очень довольна. Дома стало очень тепло, очень комфортно. Если мы раньше звонили в управляющую компанию, в ПОК, чтобы нам прибавили отопление, в этом году мы совершенно спокойно пережили зиму. Все морозы, которые стояли, у нас были перекрыты батареи практически во всех комнатах. По этому ремонту мы очень довольны. Вообще район преобразился. Панельные дома приняли совершенно другой вид. Построена новая спортивная игровая площадка. Ребята там играют с утра до вечера. Хорошее освещение. Мы вообще очень довольны, что живем в таком районе. Капитальный ремонт многоквартирного дома проходил в 2020 году. Главную проблему – холод в квартирах – решили с помощью новой техники утепления. Утеплили и отремонтировали фасад, отремонтировали крышу, полностью заменили. Утеплили чердачное перекрытие, также отремонтировали систему газоснабжения и электроснабжения. По нашему мнению, дом стал более выглядеть достойно. Это отмечают также и граждане, проживающие в этом доме. Также граждане почувствовали, что стало гораздо теплее в доме. И мы считаем, что наша деятельность направлена на более комфортное проживание наших граждан. По поручению губернатора округа проводится мониторинг технического состояния многоквартирных домов, которые были отремонтированы в прошлом году. Подрядчик добросовестно выполнил все свои обязанности. И также у подрядчика он обязан в течение гарантийного периода, в течение пяти лет, устранять какие-либо замечания к выполненным работам. В соответствии с этим мы и контролируем. И если какие-то замечания появляются, то мы реагируем достаточно оперативно. Добавлю, в этом году запланировано отремонтировать 16 многоквартирных домов. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север. 7 апреля православные отмечают один из главных христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. В православии Благовещение входит в перечень 12 важнейших праздников после Пасхи. Считается, что в этот день Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть – быть матерью Сына Божия. Елизавета Кабанова расскажет подробнее. Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 главных праздников Православной Церкви. Среди прихожан в этот день принято ходить в храмы, молиться, заниматься благотворительностью и подавать милостыню. В этот день мы чтим Пресвятую Деву Богородицу, которой возвестил радостную весть – Архангел Гавриил. Мне посчастливилось быть в Назарете и не один раз во время своих экспедиций на Святую Землю. И вчера на службе и сегодня, когда мы служили Божественную Литургию, особое чувство сопричастности к этой великой тайне и величайшей радости, объемлющей человеческие сердца, живущей верой, вновь меня посетило. Официально Благовещение начали отмечать в VI веке, когда византийский император Юстиниан назначил дату праздника на 25 марта. По новому стилю – это 7 апреля. Церковь воспевает эти чудные слова, которые принес с небес Архангел Гавриил, Деве Марии. «Радуйся, благодатное Господь с Тобою». Они относятся к каждому из нас, кто живет, кто проходит этот земной путь, с верой во Христа Спасителя. Сын Божий появился на свет ради искупления всего человечества от греха. Слова Архангела Гавриила стали первой радостной новостью после изгнания Адама и Евы из рая. Именно с Благовещения начинается земная история Иисуса Христа Спасителя. Поэтому этот день особенный для христиан. К торжеству божественной правды, которой так взыскует каждое человеческое сердце, живущее любовью, верой, надеждой. Бог всем вам помощь и с праздником, с Благовещением, Пресвятой Девы Богородицы. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал Север. За минувшие сутки в регионе не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ненецкому округу. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированы 1092 подтвержденных случая. По данным медицинских организаций, за прошедшие сутки выздоровели два пациента. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 находится 17 пациентов. Из них в стационаре получают лечение 4 человека. Находятся на амбулаторном лечении 13. В регионе зарегистрировано 4 летальных исхода от коронавируса. Напомню, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности, масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональной горячей линии по коронавирусу по короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. В регионе продолжается вакцинация населения от коронавируса, в том числе и в поселениях округа. 7 апреля вакцину доставили в Амдрому и на островной Варнек. В ближайшее время в регион поступит новая вакцина от коронавируса Epivac Corona. Более 8 тысяч доз. Вакцина разработана новосибирским центром Vector. Новая вакцина не требует особых температурных условий. А это значит, что ее будут проще доставить в села округа. В настоящее время привито 9% населения Ненецкого округа. Сделать прививку от коронавируса могут все желающие жители в возрасте от 18 лет и старше, не имеющие противопоказаний. Проведение дополнительных исследований на антитела коронавирусной инфекции перед вакцинацией не требуется. Жители Ненецкого округа могут проголосовать за наиболее удобные сроки весенней охоты на водоплавающую дичь. В Ненецком округе сроки весенней охоты определяются с учетом климатических условий текущего года. Опрос на своей странице ВКонтакте проводит Департамент природных ресурсов и агропромышленного комплекса Ненецкого округа. Охотники могут выбрать сроки для западного, центрального и восточного участков. Весенняя охота в соответствии с правилами охоты продлится в течение 10 дней. Даты для каждого участка разные. Так, на западе округа можно выбрать сроки охоты с 7 по 16, с 14 по 23 или с 21 по 30 мая. На востоке с 15 по 24, с 22 по 31 мая или с 28 мая по 6 июня. На центральном участке можно начать охоту с 14 по 23, с 21 по 30 мая или с 25 мая по 3 июня. Опрос на странице профильного департамента продлится до 12 апреля. Свой профессиональный праздник отмечают косметологи. Эта профессия с каждым годом становится все популярнее и востребованнее. В Наринмаре на сегодняшний день можно сделать практически любую процедуру для поддержания молодости и красоты. В одном из салонов побывала Александра Литкова. Как стать привлекательнее и правильно ухаживать за собой? Об этом задумываются не только женщины. Мужчины также все чаще стали обращаться к специалистам индустрии красоты. Ходят на чистку лица, находят на восстановление кожи. Есть процедура, которая только чисто с сывороточками, масочками подтягивает лицо. Это свитч-процедура. И мужчины тоже любят ее. Она делается раз в месяц, поэтому она удобна. Лифтинг, мезотерапия, депиляция, ламинирование и многое другое. В салонах красоты Наринмара сейчас можно получить самый широкий спектр косметологических услуг. Запись к специалистам на два месяца вперед. Самые популярные процедуры в кабинете косметолога – это чистка и массаж лица, который может быть как ручным, так и аппаратным. По словам Елены Гусевой, для того, чтобы подольше сохранить молодость, начинать ухаживать за собой нужно как можно раньше. А опытные косметологи помогут выбрать нужные процедуры. Это не зависит от возраста, это зависит от состояния кожи и души, так скажем. Есть девочки, подростки, начинают уже ходить к косметологу, потому что им нужен уход за кожей. Есть женщины, которые уже в возрасте считают, что у них кожа идеальная, и они не хотят ничего делать, ничего в себе менять. Никто не осуждает человека, потому что он решает сам для себя, что ему нужно, что он хочет. Самое ведь главное – это у нас уход, и если он необходим, это уже не от возраста зависит. День косметолога в России – праздник молодой. Он был учрежден в 2009 году, когда и была утверждена специализация «Косметология». Ну а 9 сентября работники данной сферы отмечают Международный день косметологии и красоты. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.